привет друзья меня зовут оксана великанова и я художник я рисую цветными карандашами мне выпала очень приятная возможность представить вам июльскую творческую коробку doodle and sketch pencil box эта коробка уникальна тем что это первая коробочка с цветными карандашами и мне не терпится заглянуть в нее все кто хоть немного знаком с моими работами знают как я люблю крафт во всех видах и мне очень нравится эта коробка уже снаружи и давайте уже посмотрим что у нее внутри какое сладкое начало здесь визиточка doodle and sketch сладости очень нарядный наполнитель и что же что же что же внутри а внутри у нас первое что бросается в глаза это набор цветных карандашей деревян колор софт 24 цвета влажные салфетки влажные салфетки нужны художнику всегда руки держать в чистоте пластик клячка фабрика стол карандаш блендер дер бенд мы будем его использовать для того чтобы смешивать цвета чтобы получать красивые переходы цветов красивые градиенты это обычный эластик деревян точилка бумага кэнсон микс медиа она у нее очень интересная фактура она не не чисто гладкая достаточно зернистая посмотрим как на нее будет ложится карандаш я обычно использую бумагу более гладкого более гладкой фактуры но протестируем бумагу и карандаши что же здесь еще еще один карандаш графитовый карандаш для набросков мы будем его использовать для набросков также у нас здесь не получилось у меня вскрыть это аккуратно это тоже бумага для рисования такая достаточно большая пачка это помог уже более гладкая она больше похожа на то на которой я обычно рисую и что у нас здесь еще это стикеры дудельный скетч нарядные картиночки которые мы можем приклеить скетчбук например давайте рассмотрим наши карандаши поближе они в металлической коробке в наборе как я уже говорила 24 цвета всего в этой линейке в линейке деревянку оверсофт 72 цвета палитра достаточно обширная карандаши профессиональные связующее вещество у них воск форма карандаша круглая на карандаше есть маркировка название цвета и номер попробуем их сейчас в деле вот у меня тот самый лист бумаги который мы с вами нашли в наборе это гладкая бумага ну давайте попробуем несколько цветов как они будут ложиться само название оверсофт предполагает что карандаши должны быть мягкими ложится мягко производитель утверждает что это самые мягкие цветные карандаши но я наверно с ними не соглашусь есть карандаши и мягче но цвета ложатся очень приятно сейчас в зватьской заточки карандаши достаточно не острые так скажем я в работе люблю более острые карандаши мы потом их заточим и посмотрим как они будут держать острый кончик сейчас мне эти карандаши очень нравится я вот конкретно такими карандашами конкретно коверсофт не работала никогда с деревян у меня акварельные карандаши сейчас мне эти карандаши очень приятны бумага кстати действительно очень неплохая карандаш ложится ровно потом можно будет посмотреть как на него ложатся на нее ложатся несколько цветов сколько слоев она позволит положить вот эта техника наслоения когда кладется несколько полу прозрачных слоев пигмента цвет тем самым набирается становится насыщенным сложным богатым вот 4 цвета 4 слоя ложатся совершенно спокойно и пятый слой тоже хорошо люб я думаю нет особо смысла продолжать давайте посмотрим какая у нас бумага в блокноте здесь как я уже сказала бумага очень фактурная и я бы даже сказала зернистая и как видите пигмент из-за этого ложится неравномерно для того чтобы закрасить вот вот эти вот впадина нужно либо прикладывать достаточно достаточно силе или например можно воспользоваться нашим карандашом который у нас был наборем даже его задевала это карандаш блендер говорят что его грифель состоит из того же связующего вещества что и в самих цветных карандашах задача этого карандаша растирать пигмент и втирать его в бумагу ну вот например здесь сейчас мы с вами попробуем внести сюда допустим еще один цвет и попробовать стереть круговыми вмешениями мы получаем такой плавный переход цвета и в то же время у нас закрашиваются наши вот эти вот пустоты заполняются но при этом имейте ввиду это все конечно прекрасно но сам карандаш немного пачкается и при частом использовании стирается со страшной силой но в целом у меня вот фактура этой бумаги очень нравится мне кажется на ней можно очень интересные эффекты получить это конечно не для такой техники где в рисунке много мелких деталей или тонких каких-то ровных линий но вот для такой вот для достижения эффекта такой вот некой размытости может быть даже акварельности мне кажется эта бумага будет очень интересно и так и так и так и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok